Спасибо большое. Регламент выступлений 7 минут и 3 минуты на вопросы. Прежде всего хочу представиться. Меня зовут Таисия Алюшенко. Я являюсь модератором этой секции. Также сегодня модератором выступит ПИСВАС Анита. Так, Анита, мы тебя не видим. Ну, Анита позже вас поприветствует. Видимо, какие-то на данный момент технические неполадки у Аниты. Не страшно. Как слышно? Слышно замечательно, Анита. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, Таисия, большое за представление. Я хочу присоединиться к Таисии и всех вас еще раз поприветствовать на нашей международной конференции. Про регламент уже было сказано. Хочется пожелать всем удачного выступления и отличного весеннего настроения. Спасибо большое. Итак, давайте начинать с общей секции. Первого участника рада представить Лидия и Андрей. И тема выступления. Approximation and its language markers in English. Аппроксимация и языковой маркер в английском языке. Андрей, пожалуйста, сейчас мы включим презентацию. Спасибо большое. Язык выступления английский у нас, так ли, там говорится? У нас два языка. Или варианты есть. Можете выбирать. Нет, ну, я не знаю, как коллеги. В принципе, я могу пользоваться и английским, и русским. У меня презентация материала на английском. Так что я, может быть, тогда буду говорить по-русски, чтобы не было никакого тогда communication gap. Хорошо. Итак, спасибо большое. А презентацию вы обещали, что она есть, или я все-таки ее буду... Сейчас подключим. Итак, уважаемые коллеги, мой доклад посвящен представлению аппроксимации, то есть как бы приблизительной семантики в современном английском языке. Если можно, сразу следующий слайд. И, собственно говоря, внимание к когниции коммуникации, оно не только касается полнозначных единиц, единиц, что называется, номинаций предметов, действий, явлений и так далее, но и степени проявления их признака. Еще, пожалуйста, можно следующий слайд. То есть когда мы говорим на самом деле о коммуникации и о том, что мы в процессе коммуникации так или иначе прибегаем к категоризации каких-то предметов, состояния, действий, признаков и так далее, мы не всегда удовлетворены. Я имею в виду человек, не всегда удовлетворен тем качеством, которое дает ему язык, средство языка, и поэтому он пытается сделать что-ли более совершенным свою информацию для передачи членам социума. И тогда он, естественно, в различных, абсолютно это характеризует все дискурсивные практики, он прибегает к так называемым дополнительным настройкам. И вот эти дополнительные настройки, так называемые fine-tuning, они, конечно, способствуют появлению нового феномена, который мы назвали вторичная категоризация. То есть он как бы прибегает к дополнительной категоризации, и за счет этого появляются некоторые дополнительные элементы, лексические единицы, у которых есть вот эта семантика приблизительности, то есть неточная семантика. Это может быть и семантика интенсификации, это может быть и семантика аппроксимации в прямом смысле этого слова, приблизительности, где мы рассматриваем как бы семантику около центра, около нормы. То есть она вроде бы соответствует норме, но тем не менее говорящий как бы не совсем его устраивает, вот, сказать, straightforward categorization, то есть точная определенная аппроксимация. Хочу сразу заметить, что в дискурсе, в частности вот в научном дискурсе, в академическом дискурсе, говорящий может использовать аппроксимативные языковые средства для, как бы, ухода от точности, для выражения субъективной модальности, и иногда это используется для снятия категоричности и может даже иногда и определенной вежливости в подаче своих мыслей. Поэтому, собственно говоря, и аппроксимативные средства, они достаточно широко встречаются и в академическом дискурсе в том числе, но примеры, с которыми я вот сегодня как раз планирую работать, это примеры, характеризующие художественный дискурс, и следующий слайд нам тоже даст информацию об этом. То есть методология, которая используется, она, в общем-то, соответствует нашим целям, задачам и материалу. Здесь есть и контекстуальный анализ, и, собственно говоря, категоризационный анализ и дискурсивный анализ. Можно перейти к следующему слайду тоже. Итак, успехи когнитивной лингвистики и, в частности, феномена категоризации, принятыми в психолингвистике и, что, собственно говоря, современная когнитивная лингвистика продолжает этот тренд. Это поиск способов наиболее точного ословливания действительности, то есть человек, получая определенную информацию из окружающего мира, должен ее вербализовать для того, чтобы передать другим членам лингвосоциума. Для этого, конечно, необходимы средства вербализации, которые так или иначе будут соответствовать определенным категориям или определенным концептам. Если мы говорим о квантах информации, которая содержится в сознании человека, то есть происходит, естественно, категоризация информации, когда мы получаем ее из внешних источников, возможно, затем и проходит концептуализация этой информации, если есть такая необходимость, и затем уже продукты работы коры головного мозга, где происходит процесс категоризации и возможной, как правило, часто следующей за ним концептуализации, и вербализуются нами. И таким образом мы в основном прибегаем к одномоментной, настоящей категоризации. Но бывает, опять-таки, повторюсь, случай, который мы сейчас как раз и рассматриваем, когда нам необходима дополнительная настройка к той информации, когда языковыми средствами говорящим не полностью удовлетворен. Пожалуйста, следующий слайд. Так, и здесь мы видим примеры, те, которые, собственно говоря, доказывают, что вот говорящий I felt sorry for the old dame, I guess she had a pretty tough life. Да, жизнь, которая была вот у дамы, которую характеризуют здесь говорящий субъект, персонаж, она представляется ему достаточно сложной, но с другой стороны он считает все-таки pretty, то есть довольно как бы сложная, и своего рода здесь элемент такой вот добавляется усиление. Но поскольку вторичная категоризация, она по своему определению не может быть однозначно построенной, однозначно четко построенной по традиционным критериям, это как-то своего рода настроечная категоризация, поэтому он, говорящий здесь, и говорит о том, что да, сложная, но вот как бы сложная, довольно сложная. То есть на самом деле в данном случае он характеризует данную приблизительность как находящуюся несколько выше ординарного уровня, потому что ординарный или нормальный уровень, он будет, как правило, представлен традиционными аппроксиматорами и очень частотными в современной английской речи sort of, kind of, about, around и так далее. Но в данном случае мы видим ту ситуацию, когда нам хотелось, как говорящему субъекту, в данном случае персонажу в моделированной художественной речи, ему хотелось бы показать несколько большую степень представленности вот этой тяжелой жизни. Или следующий пример, she was dead cunning и так далее. То есть не просто she was cunning, she was dead cunning, то есть она была не просто хитра, но она была дьявольски, чертовски хитра, что показывает тоже вот некую такую приблизительность, но пусть это идет опять-таки в сторону над центром, то есть это превыше нормы, это некая интенсификация признака, но с другой стороны интенсификация признака в нашем понимании, это все равно относится вот к некой приблизительности, поскольку нету перехода в какую-то другую категорию, поскольку для говорящего субъекта в данном случае категория остается cunning хитрый, а дальше он как бы не видит эту категорию. На самом деле в общей сложности, особенно, как показывает нам современный английский язык в художественном дискурсе, потенции для вторичной дополнительной категоризации, они на самом деле очень широкие, поскольку границы между категориями не фиксируются, и очень часто нам достаточно находиться в границах одной категории, прежде чем искать какие-то другие соседствующие категории, которые будут отличаться несколько по своей семантике. То есть в данном случае, дабы не утруждать себя поиском какой-то еще лексической единицы, которая будет соответствовать либо этой, либо другой категории просто добавляется некий дополнительный смысл, это D, то есть слишком очень, который располагается, еще раз повторю, выше вот этого норматива. То есть она была хитра, не просто хитра, это как бы нулевой маркер, да, без дополнительной категоризации, но дополнительная показывает еще ее степень, то есть болен, очень хитра. Следующий слайд, пожалуйста. И тут мы с вами увидим еще те моменты, когда вот эта как бы категоризация в современном английском языке, она требует некоторых еще дополнительных средств. Например, посмотрим второй пример из Голдинга. Almost too heavy. Да, вот тяжелый был этот предмет, и для этого Голдинг в изображении, представлении вот этой тяжести прибегает сразу к двум аппроксимативным средствам. Это и Almost, и Too. То есть таким образом получается, что изначально какие-то явления, состояния, действия или феномены вызывают у нас очень сложную, бросают нам вызов, вызывают сложные такие категоризационные процессы, где нам необходимо не просто как-то передать, вербализовать эту информацию heavy, что, понятно, является ключевым ядром передачи информации, но нам необходимо еще выйти из тупика. Вроде как и Too, слишком, но слишком для говорящего это уже выше, где-то там ординара, выше норматива, и он начинает немножечко сомневаться, а так ли это высоко, и добавляя Almost, Almost too heavy. То есть получается, что в данных случаях, как в первом из Агаты Кристи Лайтла, и Нав, допустим, и во втором, как из Голдинга, Almost too heavy, Almost too, происходит дополнительный элемент категоризации, то есть еще к вторичной добавляется еще вторичная плюс. Это, конечно, для английского языка достаточно такое распространенное явление, и не только в художественном стиле, но и в разговорном дискурсе, естественно. То есть показывает, в принципе, что категории, как бы надо их более четко членить. И, пожалуйста, следующий слайд тоже. Тут я останавливаюсь на некоторых средствах, языковых средствах. Это лексические средства аппроксимации, например, They seemed pretty wasted, или идиоматические, как, например, like anything. Достаточно характерно, like anything, like nothing бывает, и целый ряд других фразеологизмов, квалификаторов, так называемых. Cow was scaring like anything. То есть, опять-таки, изменение степени, то есть отношение к категории scaring, как к чему-то еще, которое градуируется. И в словообразовательные элементы, например, здесь идут и префиксы, и их суффиксы, например, over, префикс overexcited, то есть excited and over, то есть выше норматива данная категоризация используется. Или, допустим, аппроксимация традиционно возле норматива, ish, например, greenish, eyes, то есть not green, but greenish. Добавим здесь, что, да, степени сравнений прилагательных и наречий тоже нами используются здесь как элементы для дополнительной категоризации, например, very much found, да, или синтаксические средства, например, how perfectly lovely. Здесь уже сама структура восклицательного предложения пока передает эмфазу, и здесь мы видим то, что степень признака, вот это как было perfectly, до какой степени, lovely, до какой степени, это прекрасно, что просто очень даже великолепно и прекрасно, и замечательно, то есть как бы еще дополнительная надстройка категоризации используется. Еще, пожалуйста, следующий слайд. И здесь вот как раз используется суффиксальное средство ish, и добавляется он, собственно говоря, в данном примере к антропониму Lucy, just being Lucy, то есть так, как поступает именно Lucy, здесь вот тоже в английском языке есть такое средство, когда вот эти аппроксиматоры словообразовательные добавляются к антропониму, и таким образом показывают, что вот так поступает, как правило, Lucy в этих ситуациях, что, собственно говоря, является ее характерной чертой, и как бы по сути дела характеризует данный персонаж. В этой же сфере я хочу отметить и like, например, suddenly one of the shell-like things unfurled insectile wings. Так, здесь вот like используется опять-таки тоже как маркер приблизительности, как маркер аппроксимации с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, когда мы говорим о лексике, мы не можем обойти и метафорические моменты, которые тоже задействованы в дополнительной категоризации, как icy cold, и icy показывает его высокую степень данного признака, характеризующая одного из героев романов Агаты Кристи. Или, скажем, as dry as stone, опять-таки similarly устойчивое сравнение, которое характеризует тоже вот состояние, вот человек волновался, и поэтому у него, значит, пересохло горло. Ну и опять-таки достаточно частотными представляются и фразеологические показатели, как, например, as hell, я уже приводил до этого as anything, и тут, пожалуйста, вот еще drunk as hell asking me where the action is. Если можно, еще последний слайд, и я уже, наверное, оканчиваю, да, по времени. Да, то есть на самом деле здесь мы видим разную степень проявления признака. С одной стороны, это недостаточность, например, fairly. He gets fairly good reports, but they all say he has the ability to do better if he tried. Вот это fairly good, то есть недостаточно хорошее выступление, там был недостаточно хороший доклад, вот, то есть не соответствующий определенному ординару, или moderately so, да, как бы вроде более-менее около аппроксимации, да, около норматива, или, допустим, значительная степень признака, которая гораздо выше ординара, и здесь используются разнообразные интенсификаторы на речи степени, например, вот entirely, entirely different, or very, very concerned, и, собственно говоря, такая разноуровневая семантическая, которая позволяет лексически эти средства представлять как маркеры недостаточной степени признака или состояния, или действия примерно соответствующей норме, но не полностью удовлетворяющей говорящего, и более высокая, вот это вот три ключевые направления, которые мы рассматриваем, в частности, как возможности, да, для дополнительной вторичной категоризации, которыми пользуется и носитель языка, и если мы говорим о моделированном дискурсе, о персонажном дискурсе, то это касается вот и речи персонажей. Вот, собственно говоря, те ключевые моменты, с которыми я хотел бы вас ознакомить, то есть вот это вот так называемое фазами и аппроксимейшн, они являются ключевыми для, как для говорящего, когда он формирует свое высказывание и передает информацию коллегам по лингвосоциуму с другой стороны, они позволяют вот этим людям, которые входят в один и тот же лингвосоциум с говорящим, наиболее точно, четко понять его интенцию оценки и распознать вот данную вот субъективную модальность, которая здесь используется. Спасибо большое. Ну, я решил поблагодарить вас вот видом, когда снег тает и вот приходит весна. Так что с весной всех поздравляю. Спасибо большое, Андрей Эдуардович. Вас тоже сносит, замечательная погода как раз. Спасибо большое за ваш доклад. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста, есть ли к докладчику? Уважаемые слушатели, возможно, у вас есть какие-то вопросы? Ну, может быть, после тогда будут, я отвечу, если. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Эдуардович. Спасибо большое. Итак, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, рада представить вам следующего докладчика. Раевскую Марину Михайловну, МГУ, университет Мини, Ломоносова, с докладом. Сейчас, секундочку. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Марина Михайловна. Здравствуйте, у меня трудности. Итак, с докладом Teaching Spanish and Modern Educational Reality in New Electronic Resources или Новые электронные ресурсы в практике обучения испанского языка в современной образовательной реальности. Уважаемые докладчики, я напоминаю вам о том, что вы можете выбирать любой язык, так как у нас два рабочих языка, английский и русский. Спасибо большое. Благодарю. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю испаноязычное образовательное и академическое сообщество. Если можно, презентацию. Да, секундочку. Да, и, соответственно, я хотела бы познакомить вас сегодня кратко, вот в рамках отведенного регламента с новыми электронными и информационными ресурсами, которые можно использовать не только в практике обучения, но еще и в исследовательской деятельности в сфере испанского языка. И вот в соответствии с геостратегическими задачами испаноязычных стран в лице ибероамериканского сообщества наций, дидактика испанского языка, как иностранного, и культур испаноязычных стран стала одной из приоритетных задач стоящих перед институтами ответственными за ее реализацию. Я имею в виду и образовательное учреждение, я имею в виду и испанскую королевскую академию, и ассоциацию академии испанского языка, институт Сервантеса и другие учреждения. В основе их деятельности лежит идея о том, что общий язык, а также богатство и многогранность культурных проявлений народов Испании и Латинской Америки позиционируются в первую очередь как общественный продукт и ценный экономический ресурс, который продвигается под хорошо скоординированным государственным, академическим и политическим руководством. И речь пойдет о новых культурных и учебных проектах, а также о новых электронных ресурсах, связанных с испанским языком, которые можно использовать в современной академической и образовательной сферах. У тебя будет второй слайд. И в первую очередь следует представить языковую платформу Энклаве Испанской Королевской Академии Языка, которая представляет собой виртуальную территорию в помощь исследователям, преподавателям, студентам и просто широким пользователям, и которая, опять-таки, предоставляет все языковые и лингвистические ресурсы, накопленные за 300 лет существования Академии Испанского Языка. И позволяет иметь в распоряжении все словари и корпусы, консультироваться с академиками по всем вопросам употребления испанского языка, искать словарные формы по значению и прослеживать изменения языка на протяжении всего времени существования слов, уточнять особенности использования слов в разных контекстах, подбирать наиболее частотные словосочетания, практиковаться в использовании испанского языка и многое другое. И на основе этих ресурсов Королевская Академия Испанского Языка предлагает исчерпывающий набор всех исследовательских материалов и инструментов, необходимых в повседневной работе профессионалов в академической и образовательной сферах. Помимо того, что знание, в первую очередь, примеров лексической вариативности испанского языка представляет большой интерес для издательской аудитории, которую выпускают учебники, и для журналистики. Члены любого профессионального сообщества найдут в постоянно обновляемой платформе ценный инструмент, который поможет им в их профессиональной деятельности. И цель ее заключается в том, чтобы помочь пользователю не только понимать испанский язык и знать, как он использовался ранее, но, прежде всего, правильно пользоваться им в устной и в письменных формах. Пожалуйста, следующий слайд. Первая версия платформы включает в себя уникальные, полностью разработанные Академии инструменты, собранные в разделы дикционариус, то есть дикционарис, словари, фингвистические консультации, математика, упражнения, современный словарь, корпусные исследования и так далее. В частности, раздел словари предоставляет доступ ко всем словарям Испанская Королевская Академия, доступным пользователю в одном месте, в том числе и не имеющим цифровой версии. Раздел консультаций дает ответы на любые вопросы об использовании языка, так что предлагает информацию о всех языковых проблемах, которые испаноязычное сообщество ставило перед Королевской Академией за последние 20 лет. Раздел драматика позволяет пользователю легко ориентироваться в тексте новой академической грамматики, находить нужную информацию согласно любому критерию. Раздел упражнения предоставляет инструменты и контент, специально предназначенные для обучения испанскому языку и позволяет найти теоретические разработки по всем вопросам грамматики, правописания и так далее, а также предоставляет доступ к литературным текстам и публикациям по всем интересующим темам. Раздел «Современный словарь» позволяет получать списки слов в соответствии с системой фильтров конкретного пользователя. Лексика конкретного национального варианта испанского языка или это тематическая лексика, или это грамматическая категория, а также позволяет осуществлять обратный поиск слова по его значению. Следующий раздел, касающийся жизни, простите, пожалуйста, еще предыдущий слайд, еще предыдущий слайд, будьте добры, да, спасибо. Я имела в виду раздел вот как раз на этой платформе. Раздел, посвященный слову, жизни слов, представляет быстрое и краткое изложение информации о любом слове в академическом словаре, о его значении, представляет примеры его использования, предоставляет информацию о первом появлении в базах данных о лексической сочетаемости, контексте, частоте использования на протяжении всего исторического времени существования слова. Раздел корпус позволяет получать посредством ограниченного и целевого поиска через систему фильтров, примеры использования слов в различных контекстах, списки частотностей их использования в испаноязычных странах по всем временным интервалам, также на основе огромного банка данных, который включает более 600 миллионов слов. Ну и, так сказать, другие разделы также имеют уникальные, представляют уникальные возможности по поиску слов, в том числе еще и не вошедших в словарей, по набору разнообразных инструментов, которые автоматически редактируют подготовленный текст. Еще один раздел задуман как рабочее пространство исследователя и преподавателя, в котором можно хранить собственный контент, книги, пособия, упражнения, примеры, и он оснащен новейшими утилиторами для его эксплуатации не только в исследовательской деятельности, но и на занятии. Ну и масса других, масса другой интереснейшей для исследователей информации. Ну и вот кроме того, в мире, где преподавания и изучения испанского языка больше не имеют границ, значительно расширился круг учреждений, предоставляющих ресурсы, которые можно использовать в самой широкой образовательной деятельности, в том числе и в сфере академической дидактики испанского языка, как иностранного языка в вузах. И вот Испанская Королевская Академия как раз продолжает участвовать в масштабных проектах, предназначенных для совершения и изучения испанского языка и культуры самой широкой аудитории и сотрудничает, теперь будьте добры, следующий слайд, с фондом, который по-испански называется Фундео Раи. На русский язык это будет переводиться примерно как Справочная служба испанского языка, который был создан еще 15 лет назад в результате соглашения между Испанским Независимым Информационным Агентством, это основное мультимедийное агентство на испанском языке, одно из крупнейших в мире, в помощь не только профессиональному, но и самому широкому мировому сообществу, использующему испанский язык в повседневной практике. И команда фонда состоит из журналистов, лингвистов, лексикографов, редакторов, корректоров, переводчиков, которые оказывают консультационные, бесплатные услуги всем желающим. И вот в частности фонд на своем сайте предлагает решение актуальных языковых проблем, а также альтернативные англицизмом варианты на испанском языке, особенно в сфере технологий, науки и общественных движений. Также преобразует эти решения в рекомендации, ежедневно распространяет их на своем сайте. Их сайт имеет более миллиона пользователей в месяц. И также, соответственно, распространяет через сообщение агентства Эйфеля посредством ежедневного бюллетеня, на который подписано более 100 тысяч пользователей, в том числе и через социальные сети. Ну и, соответственно, помимо того, что поддерживает профили в этих социальных сетях, он администрирует собственный веб-сайт, вы видите заглавную картинку, который включает рекомендации, консультации, подворку новостей, статей, касающихся, собственно, жизни испанского языка в современном мире. И вот какие разделы, что нового можно найти на этом сайте. Во-первых, фонд управляет испанским открытым и совместным сайтом Ленингла, на котором можно делиться практической информацией о норме, узусе и стилях, и стиле испанского языка. И также разрабатывает микросайты и руководство по лингвистическому обеспечению самого разного толка, класса, типа мероприятий, а также по вопросам, представляющим информативный интерес. Будьте добры, следующий слайд, на котором вы как раз видите некоторые примеры. Это руководство по лингвистическому обеспечению проектов для олимпийских игр. Это может быть глоссарий моды, справочник учреждения, лингвистическое обеспечение предвыборной кампании, руководство по произношению для чемпионата Европы по футболу, участвует в обсуждении и предлагает решение для обсуждения вопросов, связанных с гендерно-инклюзивным языком на своем некросайте. И также ежегодно в декабре выбирает так называемое слово года. Будьте добры, следующий слайд слова года из ранее обсуждаемых за предыдущие 12 месяцев. И вот в частности словом года прошлого года, 2020-го, стало слово конфинаменту, по-русски это самоизоляция. Кроме того, этот фонд ведет проект, так называемый проект Арахна, исследующий эволюцию лексического богатства испанского языка в средствах массовой информации для того, чтобы в целях, с целью проследить уровень лексического разнообразия за последние 100 лет. Ну и кроме того, данный фонд сотрудничает с фондом, с аналогичным фондом Доминиканской республики и Арген Сильне, которые публикуют рекомендации касательно использования испанского языка в этих странах. Ну и наверное, да, вот последнее, что можно было бы, о чем можно было бы еще сказать, вот последнее интересное для лингвистов фонд подготовил руководство для цифровых СМИ вместе, совместно с рекомендациями по новым формам общения в цифровом пространстве и ведет блог, профессиональный блог, в котором публикуются размышления профессиональных лингвистов, языковедов, так сказать, о языке и, а также информацию деятельности фонда. Ну и в любом случае, в любом случае некоторые примеры вы видите на этом слайде секция рекомендации как раз рекомендации содержат рекомендации по употреблению, написанию, значению и произношению новых слов. Вот вы видите, нет ли пока что быть, будьте добры предыдущие, да, новое слово вакуно-дромо, да, то, что можно было бы на русский язык перевести как вакцина-дром, да, и также вот картинка вы видите вакцина спутник-ви, вот на данном сайте предлагается информация о том, как правильно произносить и писать все названия вакцин, ну вот в частности еще я смотрела их страничку в преддверии 8 марта и как раз в этот день появились рекомендации о правописании названий этого дня ну и в любом случае весь контент на этом сайте хорошо систематизирован по тематике, по алфавитам, по типам ошибок самых разнообразных, по типам языковых единиц и так далее и также сайт размещает справочную информацию по некоторым темам волнующим общества, актуальным для общества это будете добры, следующий слайд как раз вы видите страничку президентской кампании в Соединенных Штатах целый блок лексики был собран и относящийся именно к этой сфере, к этой тематике и соответствующими рекомендациями ну и некоторые другие примеры тематических подборок тематических глоссариев вы видите глоссарий моды и глоссарий кризиса и глоссарий святой недели это могут быть также еще и руководство по произношению имен собственных по произношению названий событий и другие интересные материалы и будьте добры следующий слайд на восьмом международном конгрессе испанского языка два года назад институт сервантиса представил еще один проект под названием Кануа и этот проект задуман как инструмент для поддержки совместных действий и усиления присутствия культурного скоординированного присутствия испаноязычных стран на международной арене Кануа запущен в сотрудничестве с тремя известнейшими образовательными научными и культурными испаноамериканскими центрами это национально автономный университет в Мексике высшее академическое и образовательное учреждение Колумбии институтом Карло и Куэрво и культурным центром Инкагасиласа и как раз его целью является объединение усилий стран-членов пан-испанского полюса и разработка совместных действий по продвижению культуры испаноязычных стран мира то есть эта платформа позволяет всем участникам одновременно распространять национальные формы своей культуры ну и буквально пару слов будьте добры следующий слайд я совсем кратко представляю вам еще две мега платформы которые имеют непосредственное отношение уже к чистой дидактике испанского языка как иностранного платформа то-до-эле и про-фи-де-ле на которых собраны вся информация материалы и ресурсы необходимые для профессиональной деятельности испанистов содержание их сайтов также сгруппировано по тематике очень хорошо систематизировано и последний слайд будьте добры на котором я представляю вам в качестве примера один из примеров того как современные испанские университеты а в данном случае это сайт пилологического факультета ведущего одного из ведущих университетов Испании университета комплутенсия в Мадриде разработал свою собственную платформу инновационную платформу платформа грамматикаль то есть это грамматическая платформа обучения испанскому языку как иностранному иностранному открытую для всех пользователей таким образом уважаемые коллеги испанский язык продвигается в любом случае под очень хорошо скоординированным административным политическим и экономическим руководством и в ближайшие десятилетия безусловно будет расширяющимся языком который предоставляет интереснейшие самые разнообразные возможности для своих исследователей благодарю за внимание спасибо большое Мария Михайловна уважаемые участники есть ли вопросы при конференции возможно у вас есть какие-то вопросы спасибо большое Мария Михайловна от себя хочу поблагодарить себя как испанец слушала и душа радовалась спасибо большое спасибо большое буду пользоваться в работе итак мы переходим к следующему спикеру это Юлия Цверкун Московский государственный институт международных отношений и тема доклада англоязычной терминологии образования в контексте пандемии COVID-19 Большое спасибо добрый день уважаемые коллеги хочу представить вам сегодня доклад посвященный можно пожалуйста презентацию простите что да да конечно да доклад посвящен особенностям англоязычной терминологии образования на которую повлияла пандемия связанная пандемия коронавируса в настоящее время система образования во всем мире подвергается очень большим изменениям в связи с пандемией коронавируса и это конечно неизбежно сказывается отражается и на терминологии соответствующей области так по данным ЮНЕСКО весной прошлого года более полутора миллиарда школьников студентов не посещали занятия в школе университете что также не могло не сказаться на образовании в целом отмечается также что пандемия вызвала волнение и неопределенность во всех сферах жизни в том числе и в образовании пандемия вынудила мировое академическое сообщество обратиться к поиску разработки совершенствованию и применению новых форм обучения к которым относятся дистанционное и онлайн обучение дальше можно следующий слайд да вот это спасибо поскольку англоязычная терминология образования как и терминология других сфер жизни в большой степени подверглась изменениям в период пандемии возникает необходимость в изучении анализе и стандартизации новых терминов или терминов которые стали использоваться иначе не так как они использовались во время до пандемии изменения которые происходят одновременно с тем как международное сообщество постепенно переходит в новую нормальность сейчас происходит и в языке также обратимся к термину новая нормальность new normal данный термин получил широкое распространение после финансового кризиса 2007-2008 года ранее он употреблялся для описания социально-экономических изменений которые происходят в мире то есть не только общество но и вообще больше степени про экономическую сферу шла речь однако в настоящее время отмечается во многих публикациях появившихся в марте апреле 2020 года в настоящее время термин new normal стал использоваться в отношении социальных последствий пандемии коронавируса пожалуйста следующий слайд широко стало известно обновление оксфордского словаря у них вышло целая серия публикаций updates to the Oxford English Dictionary где они отмечают какие термины новые появились в английском языке какие словарные статьи были дополнены в результате изменений в использовании некоторых терминов очевидно что в связи с характером и природой пандемии название и часть соответствующей терминологии мгновенно становятся медиатерминологией то есть это сначала были например медицинские термины далее они в результате процесса дитерминологизации стали использоваться в общепотребительном языке и далее в медиадискурсе к таким единицам например относятся слова quarantine social distancing и lockdown можно следующий слайд он такой более шуточный будет очень много публикаций сейчас содержат в основном в основной части термины а дальше многие авторы позволяют себе выделить например какие-то любимые термины которые появились в английском не термины а лексические единицы и вот одни из них вот например термин covide человек который не следует правилам социального дистанцирования можно следующий слайд то есть конечно это пока не термины это не логизмы но тем не менее они уже зафиксированы в октфордском словаре так можно следующий пожалуйста итак в области образования появились термины которые нуждаются в стандартизации также возникла необходимость выявить какие из терминов стали использоваться по-другому так например в поиске новых методов синхронного и асинхронного обучения стали чаще используют слова synchronous education asynchronous education дальше также отметим термины ad tech tools то есть технологии использующиеся в образовании education technologies тоже если воспользоваться корпусом оксфордского словаря тоже можно увидеть что ad tech technologies стал использоваться много чаще в 2020 году чем использовался раньше также преподаватели стали сталкиваться с новыми вызовами это еще одни новые слова это например zoom когда во время занятия могут врываться хайкеры если можно их так и назвать во время занятия появляются какие-то другие участники конференции и еще чаще стало использоваться слово digital divide цифровой барьер новыми терминами зафиксированными является tech acceleration обозначающий такое активное использование интернет-технологии онлайн-технологии в дистанционном обучении и коронавайва коронавайва очевидно да сращение двух слов коронавирус и вайва в оче вайва в оче как вива в оче из латинского это британский термин образования обозначающий устный экзамен и вот появился термин коронавайва oral examination or thesis defense taken online during lockdown прошу вас следующий слайд отметим что в начале пандемии коронавируса в условиях повсеместно закрывающихся учебных заведений это кстати еще один будет термин school closure тоже ранее так часто не использовался наиболее оптимальным решением был переход на дистанционное обучение и здесь интересно что встречается много терминов обозначающих дистанционное обучение remote learning distance learning и представляется целесообразным обратиться к определению термина remote learning прошу вас следующий слайд так в докладе ЮНЕСКО от 2 июля 2020 года в начале доклада прям дается термин дается определение термина remote learning learning that occurs when the learner and the instructor or source of information are separated physically and hence cannot meet in a traditional classroom setting то есть и дальше можно можно заметить it includes online learning as well as lower tech remote learning options таким образом исходя из данного определения можно сделать то что дистанционное обучение термин remote learning включает в себя онлайн обучение online learning хотя в некоторых источниках они даются как синонимы тем не менее подчеркнем что некоторые учебные заведения заявили о переходе на дистанционное обучение используя термин distance learning прошу вас следующий слайд так в апреле 2020 года в докладе ЮНЕСКО дается термин distance learning и вот вы можете видеть что даже здесь говорится о том что этот термин может использоваться синонимично с такими терминами как online learning e-learning distance education correspondence education и так далее прошу вас дальше поясним также что в глоссарии терминов школьного образования США он был опубликован в 2009 году термины distance learning cyber learning virtual learning дается как синоним добавим также что в 2020 году был опубликован целый ряд работ посвященных использованию терминов приведенных выше исходя из данных публикации перечисленные термины не являются синонимами они все разные и прошу вас следующий слайд в данном слайде отражена схема где можно видеть соотношение таких видов обучения как distance learning blended learning online learning e-learning virtual learning авторы данной схемы объясняют данные соотношения следующим образом прошу вас следующий слайд the terms the given terms are unique each refers to the act of using technology in learning but how students engage in that process is slightly different то есть данные термины обозначают различные виды обучения реализация которых включает использование онлайн технологий отличием является тип участия учащихся в процессе обучения прошу вас дальше следующий слайд еще одним с точки зрения исследования терминологического одной пары терминов является hybrid learning and blended learning даже в русском языке с точки зрения переводческого аспекта дается если вбить в поиск в поисковик любой будет написано смешанное образование смешанное обучение и приводится два термина hybrid learning blended learning то есть до марта 2020 года они использовали использовались в большей степени как синонимы но из-за того что во время пандемии blended and hybrid learning были использованы очень активно и данные термины были использованы активно то хотелось бы внести ясность что это разные термины и blended learning в большей степени это скажем так смешение face-to-face and digital experiences когда мы используем когда мы в аудитории на очном занятии используем просто различные цифровые технологии для усовершенствования для оптимизации процесса образования hybrid learning это наиболее оптимальное успешное использование различных видов обучения то есть это не blended где у нас human and technologies а hybrid это использование различных форм то есть это может быть одновременное использование flipped learning blended remote distance и так далее прошу вас дальше а все да все из физик источников все и заключение пандемия оказала очень большое влияние на область образования и на соответствующую терминологию и происходящие изменения нашли конечно отражение в терминах и интересно следить дальше за развитием терминологии потому что в каждые 2-3 месяца оксфордский словарь проводит обновления updates и среди них можно найти термины образования и интересно будет в дальнейшем их рассмотреть с точки зрения термина образования спасибо большое за внимание очень было радостно представить вам сегодня доклад такой необычной обстановки спасибо большое Юлия спасибо огромное было интересно спасибо большое уважаемые участники уважаемые есть ли у вас какие-либо вопросы к докладчику видимо вопросов нет я напомню на всякий случай что вопросы вы можете писать также в чате возможно у нас останется еще время и спикеры смогут на них ответить спасибо большое спасибо большое Юлия итак мы переходим к следующему спикеру это у нас Плотникова Анна Михайловна ага Анна Михайловна вы здесь здравствуйте замечательно и Анна Михайловна представит нам свой доклад язык благотворительности в междисциплинарном аспекте да спасибо а презентацию тоже можно да будет да добрый день уважаемые коллеги я хотела бы в рамках вот этого сообщения рассказать о проекте создания словаря благотворительности и о некоторых трудностях фиксации терминов этой сферы термины сферы благотворительности вот в современных условиях ну и наверное надо начать с того что обозначить важность изучения этой темы эта тема принадлежит к числу социально значимых терминология благотворительности терминология благотворительности претерпела изменения на протяжении истории и если первоначально она связывалась с морально-нравственным аспектом безвозмездной помощи то сегодня она рассматривается как инструмент консолидированных гражданских действий или изучение языка благотворительности ну вот создание словаря терминов благотворительности оказывается чрезвычайно важной задачей для упорядочения правовой базы о чем говорили и говорят представители сектора некоммерческих организаций непротиворечивость мета языка толкований она важна и для важна и для сферы для семантизации этой лексики в толковых словарях и словарях термина создание правовых норм в сфере филантропической деятельности является важной частью регулирования общественных процессов поэтому с включением в текст правового документа такая единица перестает быть частью только лингвистического пространства приобретает статус нормативной дефиниции ну и естественно формируется определенный термин в России словаря терминов благотворительности не существует терминология этой сферы формируется под влиянием довольно развитой термина системы английского языка закрепленной в англоязычных словарях они сейчас будут далее на слайде но первоначально я бы обозначила те проблемы которые возникают перед исследователем занимающимся систематизацией этой лексики если можно следующий слайд и здесь несколько проблем я бы выделила во-первых является ли это лексика терминологической где границы этой лексики потому что сегодня особенно в последний год и до этого конечно тема социальной помощи она становится очень актуальной она обсуждается в СМИ происходит медиатизация этой сферы и это хорошо замечательно но возникает конечно вопрос о границах самой сферы о том как обозначить состав этой лексики конечно язык благотворительности безусловно изменяется он изменяется и на протяжении длительного исторического такого периода потому что скажем в русском языке термин социальное обеспечение возник в первые годы советской власти народный комиссариат государственного презрения переименовывается в народный комиссариат социального обеспечения в 1918 году слово добровольчество оно тоже достаточно давно существует и сегодня например оно заменилось практически повсеместно словом волонтерство и конечно мы привыкли уже к понятию волонтер а тем не менее в языке закона до сих пор у нас сохраняется термин доброволец который конечно имеет коннотации связанные как раз с советским временем и возникает некое расхождение в медиасреде в публицистике мы активно используем слово волонтер а значит в законе у нас добровольческая деятельность то есть язык благотворительности конечно активно меняется и сегодня появляется много новых терминов требующих словарной фиксации ну например фандрайзер фандрайзинг стейкхолдер в основном эти слова заимствуются из английского языка ну и не в основном а в принципе заимствуются из английского языка и конечно требует толкования и появления в русскоязычных словарях как соотносится юридическое обыденное знание в значениях слов и это тоже важная составляющая такого словаря потому что действительно есть расхождение между юридическим и обыденным толкованием толкованием принятым более употребительным разговорной речи в публицистике как формируется неофициальный язык благотворительности здесь тоже мы видим при исследовании этой сферы что в таких частных практиках когда люди жертвуют какие-то небольшие средства появляются жаргонные единицы именно жаргонные единицы для обозначения благотворительной деятельности ну и конечно какие типичные ошибки слова употребления таких примеров достаточно много но к числу самых распространенных является смешение слов спонсор и благотворитель которые представителями некоммерческого сектора рассматриваются практически как антонимы то есть понятно что спонсор оказывает помощь замен значит ну и приобретая что-то иное какие-то материальные другие блага или нематериальные а благотворитель конечно это безвозмездная помощь нуждающимся поэтому существует и распространенные ошибки слова употребления и особенности употребления этой терминологии надо сказать что безусловно эта тема привлекала внимание исследователей поэтому если можно следующий слайд тут некоторые работы посвященные на следующем слайде научные исследования посвященные благотворительности сфере языковой сфере благотворительности ее отражения в русском языке в первую очередь ну и некоторые словари благотворительности англоязычные словари и вот словари терминов НКО с форум доноров гласарий словари неофициальные словари то есть такого словаря печатного словаря терминов благотворительности не существует хотя потребность в нем есть и вот мной сделана как раз попытка такой словарь создать потому что представители некоммерческой сферы говорят о том что мы бы сами хотели договориться об употреблении некоторых терминах потому что сегодня происходит становление этой системы некоторый хаос в терминах употребления если можно следующий слайд у нас когда мы говорим о дискурсе благотворительности буквально несколько слов очень кратко скажу что это гибридный дискурс при создании словаря я обращалась к сайтам крупных благотворительных фондов и благотворительным сайтом благотворительных проектов отдельных и конечно единицы этого языка это дискурс юридический дискурс безусловно потому что вся благотворительная деятельность связана с законом благотворительной деятельности с теми ограничениями которые накладываются законами ну и с теми правами которые в этом законе тоже обозначены это экономический дискурс потому что естественно тут финансовые отношения тоже происходят. И это разговорный дискурс, так как, естественно, мы видим сегодня активное обсуждение этой сферы, сферы благотворительности в интернет-среде. В какой-то степени, конечно, в публицистике это тоже обсуждается. Так, если можно, далее. Еще скажу о динамике этого языка благотворительности, то, о чем я в самом начале сказала. Конечно, лексика и фразеология благотворительности активно пополняется в последние десятилетия новыми устойчивыми словосочетаниями, новыми номинациями. Вот здесь эндаумент, эндаумент фонд, фандрайзинг, шеринг, донорство, стейкхолдер и жаргонными номинациями донатить, донейшн. Ну вот стейкхолдер это тоже такая номинация не вполне официальная. Обзор сайтов крупных благотворительных фондов позволяет говорить об узкоспециализированной лексике, употребляемой отдельными представителями сектора и не всем известные как донорские приоритеты. И, конечно, вот все это ставит такую проблему, проблему упорядочения этого языка, создания и упорядоченного его представления в словаре. Еще следует сказать еще об одной трудности. На следующем слайде можно увидеть трудность, связанную с эвфемизацией. Ну, в частности, я здесь ссылаюсь на свою статью о наименованиях социально незащищенных групп лиц. Здесь уникальная такая вещь. У нас в языке хорошо представлен субъект благотворительной помощи, тот, кто дает деньги или выделяет какие-то средства благотворитель, филантроп, меценат, спонсор, ну и некоторые другие есть номинации, но плохо представлен адресат благотворительной помощи. То есть, на самом деле, нет даже какого-то единого слова для обозначения этого адресата. В языке закона используется слово благополучатель, но оно малоупотребительно в обыденном языке. И для обозначения социально незащищенных групп лиц тоже вот эта парадигма единиц, она довольно такая сложная, спорная, и понятно, что здесь множество возникает эвфемизмов. Вместо инвалида там человек с инвалидностью, с особыми потребностями, с ограниченными возможностями, маломобильный, инклюзивный, ну и так далее. То есть, здесь разные попытки, ну вот как-то уйти от такого прямого, может быть, обозначения адресата. И даже слова малоимущий, неимущий также подвергаются эвфемизации. То есть, эти слова тоже рассматриваются некоторыми как нежелательные для употребления, что, конечно, тоже создает определенную проблему. Ну и если говорить о словаре, ну вот на следующем слайде еще несколько единиц. Я его, наверное, так быстро только охарактеризую. Скажу, что помимо, собственно, лексических единиц в словаре попадают и устойчивые словосочетания, аббревиатуры, например, ЦУРЦ или устойчивого развития. Вот представителями сектора употребляется словосочетание ТЖС, даже трудная жизненная ситуация. Это довольно так забавно. Человек в ТЖС, в трудной жизненной ситуации. Оно, значит, оношка, это разговорное, оно некоммерческое, автономное некоммерческое объединение. Ну и вот образуются, конечно, разные словообразовательные гнезда. Вот фандрайзинг, фандрайзер, фандрайзить, донат, донейшн, донатить, донации. Все это тоже требует фиксации. Так, ну и коротко о структуре словаря. Пожалуйста, следующий слайд. На нем показана макроструктура. Поскольку, ну, я представляю Уральский федеральный университет, коллектив работает давно над созданием медиографических словарей. И коллектив, в который я вхожу, и вот словарь благотворительности тоже была сделана попытка и диографического, и тематического словаря, где лексика распределена вот по этим макросферам. Благотворительность как вид социальной деятельности, субъект, адресат, средства, благотворительные помощи и так далее. И структура, если можно, следующий слайд. А структура словарной статьи, микроструктура словаря, заголовочное слово, толкование, затем идет юридическая дефиниция и иллюстративные материалы. Ну, это национальный корпус русского языка, это сайты благотворительных фондов. И некоторые ресурсы интернета тоже используются, особенно для жаргонных номинаций. И если посмотреть, вот сейчас следующий слайд, например, слово меценат. Вот мы видим, ну, достаточно традиционное толкование, человек или реже организация, безвозмездно занимающаяся поддержкой и развитием культуры. Далее идет юридическая дефиниция, это следующий слайд, это толкование из закона, федеральный закон соответствующий. Вот ссылка на него, статья четвертая. Затем идет иллюстративный материал. И вот так строится эта словарная статья, если можно, да, следующий слайд. Вот иллюстративный материал. Ну, здесь один пример, понятно, что примеров много. Покажу, как толкуются жаргонные номинации. Вот сейчас появится следующий слайд, слово донат. Вот мы видим жаргонная номинация, еще не всем известная. И на самом деле представители сектора относятся к ней сложно. Говорят о том, что спорят об употреблении этого слова, насколько правильно или неправильно его употреблять. Слово пришло даже отчасти используется и для, как видите, широкое значение благодарность блогеру, стримеру, художнику для развития творческих проектов. Поэтому при отборе контекстов нужно быть внимательным, чтобы не включить те контексты, которые не имеют отношения к благотворительности, а связаны с компьютерными играми или другими проектами, когда люди дают какие-то деньги. Но, тем не менее, вот слово получает распространение. Оно пока не было зафиксировано ни в одном словаре, но, тем не менее, думаю, что стоит его фиксировать. Ну и точно так же составные наименования. Вот дальше следующий слайд, это слово фонд. Естественно, фонд имеет разновидности. Благотворительный фонд, общественный фонд, частный фонд. И идут толкования для каждого из этих видов фондов. Словарь на сегодня включает более 100 единиц, но это проект продолжающийся. И именно корпусный подход, работа с сайтами благотворительных фондов, создание корпуса таких текстов позволяет выявить новые единицы и позволяет говорить о том, как формируется эта сфера, как юридический язык благотворительности соотносится с обыденным языком. И исследование языка благотворительности, конечно, погружено в междисциплинарный контекст, предполагает обзор значительного количества исторических, лексикографических, юридических источников, связанных с общественными практиками филантропической деятельности и ее изучением в разных аспектах. За пределами исследования пока остался религиозный аспект благотворительности, а надо сказать, что в разных религиозных организациях существуют, существуют также некоторые специфические единицы, может быть, из таких более известных многих, например, слово «десятина», ну, таких слов довольно много, и вот такие межкультурные, межнациональные аспекты благотворительности пока остались тоже за пределами исследования, наверное, это перспективы. Спасибо за внимание. Спасибо большое за выступление, Анна Михайловна. Вот, очень интересно. На самом деле, если у вас есть возможность, можете нам в чат тоже скинуть, наверное, ссылку на этот ресурс, потому что это очень актуально, на самом деле, в наше время. Вот, дорогие коллеги, ваши вопросы? Ну, если вопросов нет, то, если мы будем располагать достаточным временем, мы можем в конце вернуться к вопросам. Пожалуйста, пишите в чат. Спасибо большое, Анна Михайловна. Спасибо. Так, мы переходим последовательно ко второй части нашей секции. Вот, и следующий у нас выступает Смирнова Алена Игоревна с темой Показатели семантической категории меративности в русском и английских языках. Московский педагогический государственный университет. Алена Игоревна, спасибо большое. Всем добрый день. Рада участвовать в этой конференции сегодня, в этот чудный мартовский день. Ну что ж, начнем. В ходе коммуникации говорящий не может сообщать новую информацию, которая может соответствовать или не соответствовать ожиданиям слушающего, ну, который, в свою очередь, становится говорящим и произносит ответную реплику. Так вот, новая информация, не соответствующая ожиданиям говорящего, и информация, соответствующая ожиданиям говорящего, она реализуется в языке по-разному. И эта языковая реализация обычно описывается как неративность. То есть неративность, по сути, описывает удивление говорящего, неожиданность или внезапность какого-либо действия или события. Удивление является одной из ключевых человеческих эмоций, поэтому можно предположить, что неративность является языковой универсалией. Насколько во всех языках мира есть конструкции, которые используются говорящими для описания состояний, действий и событий, несоответствующих его текущему ментальному состоянию. Дальше. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Продолжение следует. Просто говоря, вот она цель наша – проанализировать и сопоставить индикаторы, то есть показатели неративности в русском и английском языках, классифицировать эти показатели для того, чтобы их можно было в дальнейшем использовать для перевода. И следующий слайд. Природа языкового материала определила методы и техники, которые мы использовали в этом исследовании. А именно, это метод попарной выборки лексических материалов, а также метод сопоставительного анализа ленивистического материала. Можно, пожалуйста, дальше. Итак, рассмотрим для начала показатели неративности в русском языке. Понятно, что значение неративности может выражаться различными языковыми и надязыковыми средствами. Ну и вот одним из показателей неративности в русском языке является подлительное наклонение глагола «взять» в конструкциях типа «возьми до и», «взял до и». Необходимо заметить, что в таком понимании потребляется только форма повелительного наклонения единственного числа, а форма множественного числа уместна в случае уважительного волеизъявления. Например, невозможно сказать «а не возьмите да и скажите». Данное предложение не имеет никакого смысла, но если мы уберем союз «да» и нестремление «они» или заменим его на соответствующее нестремление «вы», то у нас получится вполне нормальное предложение с императивным значением. А вы возьмите и скажите. Будьте добры, следующий слайд. Вот как раз мы видим сравнение этих двух предложений. Использование формы повелительного наклонения для выражения неративного значения характерно в основном для разговорной речи. Следующий слайд. Виноградов отмечает, что данная аналитическая конструкция, состоящая из глагола «взять» в повелительном наклонении в единственном числе и союза «и» и «да», имеет модальный оттенок произвольности действия. Следующий слайд, пожалуйста. Этот оттенок вносится посредством припозитивного употребления вспомогательного глагола «взять», обычно с последующими союзами «и», «да», «и» и согласуемого в формах лица, числа и времени с основным глаголом. Диана Николаевна Прокопович считает, что значение всей конструкции складывается из двух компонентов значения глагола «взять» и значения второго глагола. Следовательно, предикат является собой сложный смысл. Следующий слайд, пожалуйста. В них совмещаются оттенки внезапности, неожиданности, неподготовленности действия, его неуместности, а также произвольности этого действия. Соотношение этих оттенков оказывается различным в разных синтактических условиях. Например, оттенок внезапности может поддерживаться наречиями «вдруг», «не с того», «не с сего». И следующий слайд. Например, «человек живет полгода в деревне, и хорошо ему, всего у него вдоволь, и обласком всем, и вдруг ни с того ни с сего взял, да и уехал». А оттенок незапланированности, неподготовленности действия быстрого принятия решения становится понятен из контекста. Например, «Странная игра случая занесла меня, наконец, в дом одного из моих профессоров, а именно вот как. Я пришел к нему записаться на курс, а он вдруг возьми, да и пригласи меня к себе на вечер». В приведенных примерах необходимо обратить внимание на субъект действия. Здесь в качестве субъекта выступает третье лицо, и его действия вносят контролируемый характер в случае конструкции «взял да и». И они зависят от желания говорящего и становятся неожиданными для окружающих или для самого говорящего. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Итак, пример. Тут он разозлился, взял да и тнул ногой. Мы видим, что это контролируемое действие, которое неожиданно для других и для самого говорящего. Оттенок произвольности действия, но обусловленного желанием субъекта, обычно проявляется в сложном предложении, в части которого находится выступительно-противительных отношений. Например, этот 20-летний мальчуган с детства отличался странными фантазиями, мечтателем и чудак. Его полюбила одна девушка, а он взял да и продал ее в публичный дом. В конструкции «возьми да и» действия имеют неконтролируемый характер и являются неожиданными для самого говорящего и для других. Пример. «Ополковник, возьми да и откажись наотрез». Дальше. Конструкция «взял да и», где в качестве субъекта выступает первое лицо, то есть самоговорящее, передает действия, которые носят контролируемый характер и являются неожиданными для других. Стоит также отметить, что союз частицы «да и» придает всей конструкции большую степень контролируемости, чем союз частицы «и». Ну вот в качестве примера сравним два предложения. «А я возьми и расскажи все подруге» или «а я возьми да и расскажи все подруге». В приведенных примерах используется один и тот же тип конструкции с глаголом «взять», однако в первом случае глагол «взять» с помощью частицы вносит более неконтролируемый характер, а во втором случае степень контролируемости выше. Таким образом, не только повелительное наклонение глагола «взять» служит для выражения удивления, а вся конструкция с данным глаголом «взъявительном наклонении», «в повелительном наклонении», «союзом», «частицами» и «да и» передает неративное значение. Ну и понятно, что данная конструкция не имеет эквивалента в английском языке, поэтому представляет собой определенную трудность для переводчиков. Следующий слайд, пожалуйста. В английском языке для передачи различных оценочных значений существует особое наклонение, которое называется «conjunctive» или «conjunctive mood». Оно выделяется бархударом и «штеллинг» как наклонение, которое употребляется в основном только в предаточных предложениях, имеет оценочное значение и употребляется только в тех случаях, если говорящий хочет выразить свое мнение. Цитирую. Форма конъюнктива употребляется только в предложениях определенной семантики, там, где выражается мнение, субъективное суждение лица, то есть его предположение, допущение, оценка чего-либо, предложение, требование, сомнение, недоумение и так далее. Форма конъюнктива употребляется в предаточных предложениях для выражения того, что предлагается, предполагается или рассматривается как положенное, необходимое, неизбежное, по поводу чего выражается сомнение или недоумение. Следующий слайд, пожалуйста. Типичными выражениями для передачи удивления, говорящие в английском языке, являются выражения типа «Oh my God», «Lord» и так далее. Фраза «Oh my God» используется для выражения целого комплекса эмоций. Это и удивление, и испуг, и негодование. В примере «My God, what an S» или «Oh my God, I've never seen anything like it» может использоваться для усиления и передачи удивления, злобы и шока. Но, однако, сами носители языка считают, что это выражение чрезмерно используется малообразованными людьми с небольшим литическим запасом, которые выражают свое удивление по любому поводу. Сокращенным вариантом озвученных конструкций является выражение «Oh my», которое также используется для передачи удивления и удовольствия и не подвергается заметной критике со стороны носителей языка. То есть просто для передачи удивления. Например, «This food is wonderful». Следующий слайд. Особенно часто в текстовых сообщениях встречается письменная аббревиатура «Oh my God» – «OMG». Скорее всего, возникло оно по аналогии с аббревиатурой «OK», которая замечает собой выражение «All correct». «OMG» вошло в обиход среди молодежи 90-е годы, а свое пико достигло в 2000-х в связи с активным использованием текстовых сообщений. Также интересно отметить, что первое письменное упоминание этого выражения относится еще к 1917 году в записке лорда Джона Фишера Квинстону Черчиллю. Ну и варианты этой аббревиатуры мы видим на экране. Подводя итог, можно сделать вывод, что категория меративности представляет особое явление языка, требующее дальнейшей разработки и детального описания ее показателей в словарях. Анализ показателей меративности и выявление дополнительных параметров смогут значительно улучшить качество перевода текста с русского языка на английский и наоборот. Благодарю всех за внимание. Спасибо большое, Алена Игоревна. Очень, просто очень интересный доклад. Вот, я думаю, очень актуально наше время, потому что и сленговая культура очень сейчас просто у всех на устах. Вот, итак, мы переходим к следующему выступлению. Для нас выступит Коваль Александра Артуровна с темой Image of a female politician in American and French mass media. Discursive construction of gender stereotypes. Образ женщины-политика в американских и французских СМИ. Дискурсивное конструирование гендерных стереотипов. Здравствуйте, дорогие коллеги. Хотела бы вас поприветствовать из Дальнего Востока. Я из Владивостока, у нас почти ночь уже, поэтому у меня так темновато. Извиняюсь за такой вид. Вот, ну что ж, я для начала кратко обозначу видение. Можно, пожалуйста, следующий слайд сразу? Я не вижу, что он меняется. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Ага, спасибо. Гендер не является лингвистической категорией, но, будучи социальным конструктом, создается в дискурсивных практиках языковых коллективов. В практиках находят отражение представления мужскому и женскому, что придает лингу, социокультурному аспекту гендерных отношений особую актуальность. Объектом исследования является масс-медельный дискурс США и Франции, а предметом дискурсивной технологии формирования общественного мнения о современных гендерных ожиданиях США и Европе. Здесь стоит пояснить, что мы понимаем по дискурсивными технологиями. Основные концепты, на которых строится весь нарратив СМИ, являются прагматически заданными. Поэтому по дискурсивными технологиями мы понимаем рекуррентные речевые инструменты, направленные на формирование читательской аудитории прагматически заданных качеств и свойств референта. Проблематика исследования связана с трудностью выявления признаков стереотипов ввиду их имплицитности, а также влияния одних стереотипов на другие. Материал исследования представлен национальными газетами, ориентированными на широкую аудиторию. В работе применены методы дискурсивного, контекстуального и контент-анализа. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Так, что-то белый экран почему-то у меня. Коллеги, скажите, пожалуйста, вы тоже видите белый экран? Нет, слайд видим, методологический принцип. Ага, хорошо, я вижу белый экран. Ладно, буду слепой. Вы знаете, я тоже вижу белый экран. У меня слайд есть. Попробуем перезапускать стереотип, гендерный стереотип. Пожалуйста, ну я пока продолжу говорить. В основе работы лежит положение о том, что масс-медийное формирование гендерного конструкта приводит к образованию в обществе гендерного стереотипа. Ну тут следует определить базовые понятия, такие как гендер, стереотип и гендерный стереотип. Это четвертый по счету слайд у нас был. Да что ж такое белый экран. Нет, ничего нет на нем. Нет, есть уровни, уже пошли. Другой слайд. Можно, пожалуйста, четвертый. Я просто не вижу, у меня все. К методологическому принципу можно вернуться на четвертый слайд. Скажите, а вот так видна презентация? Возможно, так лучше будет? Ведущим подходом в гендерологии на данный момент является социоконструктивистский подход, поэтому и мы руководствуемся при определении гендера. Вслед за Денисенко мы определяем его как различие в ролях, поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках между мужским и женским, конструируемые у общества. При определении гендерного стереотипа мы придерживаемся точки зрения Кирилля Найлы Викторовны и определяем их как культурные и социально обусловленные мнения и пресуппозиции о качествах, атрибутах и нормах поведения полов и их отражениях в языке. Также мы рассматриваем стереотип как явление необходимое, неизбежное для упрощения понимания людьми сложного многомерного мира. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Стереотипы актуализируются на разных уровнях языка. В нашей работе на лексическом уровне выделены гендерно маркированные единицы, метафорические и метанимические средства. На морфологическом уровне мы выявили особенности употребления залоговых форм и наклонений. На синтексическом уровне заметили воспроизводимость условных придаточных и на прагматическом очередность актуализации мужских и женских референтов высказываний. И перейдем к языковому материалу. Следующий слайд, пожалуйста. На слайде можете видеть наиболее частотные лексемы, выявленные в американской прессе, по которым можно судить, что в большинстве фрагментов образ женщины-политика несет положительную оценку. В первом примере встречается качественная прилагательная TAP и наречия усилитель HIGHLY, которые актуализируют ориентационную метафору, связанную с противопоставлением вверх-вниз. В данном контексте они образно указывают на высокое социальное положение референта, которое коррелирует с превосходством. Во втором примере есть маскулинная ассоциация, метко обозначенная особенностью одежды Pantsuit Queen. Также здесь можно видеть, что стереотип женщины-матери влияет на стереотип женщины-политика. Но здесь они вступают в конфликт, так как некий такой материнский подход Хиллари Клинтон не сработал на выборах, и общество его отвергло. Следующий слайд, пожалуйста. В американской прессе преобладает образ сильной, агрессивной женщины-политика, занимающей наступательную позицию. В первом примере это выражен Алексеем Эстранс и метафорой войны. Зачастую этот образ усилен сниженной лексикой, как, например, во втором фрагменте. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Если посмотрим на лексические средства актуализации французского стереотипа женщины-политика, то мы также находим положительно коннотированные лексемы. В некоторых примерах также присутствуют типичные маскулинные признаки, как смелость в первом примере. Во втором фрагменте мы снова видим влияние стереотипа матери на стереотип политика. Но в французской прессе такое сочетание ролей оценивается обществом более одобрительно. Среди примеров негативной оценки женщины в политике можно выделить третий пример. Когда Макрон высказался о легализации статуса первой леди, в сети появились неодобрительные реакции. И в данном случае стереотип выражен Алексеемой Путиш, который обозначает человека, который занимает почетное место, не выполняя активных функций. На морфологическом уровне средства актуализации стереотипа женщины-политика выражают схожие черты. Так, большинство фрагментов содержат глаголы активного залога женским референтам в роли подлежащего. И здесь можно сказать, что сам факт их превалирования подчеркивает активную роль женщин в политике. Функция наклонения в конструировании этого стереотипа неоднозначна. С одной стороны, сослагательное наклонение в английском языке передает низкую степень вероятности действия, а с другой, само наличие этой вероятности подчеркивает, что общество серьезно задумывается о перспективах женщин-президента. А в французском языке эта вероятность передает условное наклонение. Следующий слайд, пожалуйста. На синтексическом уровне с такой же неоднозначной функцией было выделено предаточное условие. Количество условных предложений женским референтам превалирует в прессе над теми, что с маскулинным референтом. Следующий слайд, пожалуйста. Глагольные предикаты мы выделили отдельно от уровня языка, поскольку речь пойдет и о семантических особенностях, и о функциональных. При подсчете наиболее частотных глаголов в обоих языках выявлена группа глаголов, смешанная с семантикой борьбы, которая подчеркивает труднодоступность традиционно маскулинных ролей. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Также мы выяснили, что предикаты зачастую обнаруживают слабую позицию женщины в соотношении сил с мужчинами по следующей модели. Маскулинный агентс, предикат и фемининный пациентс, бенефектив, либо реципиент. Предикаты в этой модели представлены глаголами с разной семантикой, но у них есть общее свойство. Все они иллюстрируют власть, которую обрадает мужчина-агентс, и разрешение или возможность, которые даются со стороны мужчины-агентса, женщине-пациентсу. В первом примере формально мы видим предикат в активном залоге, при этом женский референт является агентсом и пациентсом одновременно. С другой стороны, это глагол не каузативной связки с пассивным причастием, что говорит о пассивной позиции женского референта. Второй фрагмент не совсем относится к политической сфере, однако здесь имеет место вовлечение женщины в сферу строгих отношений иерархии и подчинения, в которых женщина гипотетически может занимать руководящую позицию. С одной стороны, она является объектом действия, а с другой стороны, она сама извлекает из этого действия пользу. Следующий слайд, пожалуйста. Проявление исторической маскулинной доминанта четко прослеживается в оппозициях мужской и женской. В большинстве примеров с такими оппозициями мужской референт упоминается в первую очередь. В американской прессе обратный порядок является скорее исключением, а вот во французской маскулинный референт занимает начальную позицию в 70% случаев, фемининный в 30% случаев. Можно, пожалуйста, следующий слайд. И выводы по нашим задачам. И в американской и во французской культуре стереотип женщины-политика находится под влиянием стереотипа мужчины-политика. В американской прессе маскулинизированный образ женщины-политика предполагает признаки агрессии. Во французской образ маскулинизирован в меньшей степени. То есть гендерный сдвиг в сторону маскулинизации женщин-политиков существует. Во французской культуре в стереотипе женщины-политика сочетаются как маскулинные черты, так и традиционный образ хранительницы очага. В целом эксплицитные средства актуализации гендерных стереотипов свидетельствуют о растущей роли женщины в политике. Однако имплицитные средства, такие как прагматические, морфологические, синтексические, указывают на подсознательное влияние традиционных патриархальных представлений людей об обществе. Все, можно источники и финальный слайд. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александра Артуровна, за ваше удивительное выступление, исследование. Действительно, гендерное исследование – это, наверное, какая-то кладезь просто мудрости, потому что, на самом деле, сейчас с ростом феминизма вообще во всем мире, мне кажется, это еще более актуально. Да, это так, действительно. Вот, спасибо большое. Если есть вопросы, коллеги, задаем. Ну, хорошо, вопросы, может быть, появятся, вот в конце тогда обязательно зададим. Итак, у нас сейчас будет заключительное выступление в нашей секции. Выступит для вас Рузана Сафонова. Вот, у нас заявлено как два автора. Галина Николаевна и Сафонова Рузана Акопина. Вот, сегодня... Здравствуйте. Здравствуйте, да. Сегодня Рузана для нас выступит. Я занимаюсь с темой «Language Personality of a Modern American Person on the Material of Letters to Editor in American Newspapers». Языковая картина мира современного американца на материале, письма редактору на основе американского объекта. Всем здравствуйте, меня зовут Рузана Сафонова, я из колонны, аспирантка первого курса обучения в квалификации иностранных языков. Хочу представить вам наше исследование. Значит, для более актуального участия в процессе межкультурной коммуникации, то есть в культурно-условном процессе обмена информацией, необходимо изучение языковой личности, национального менталитета, национального характера. Следующий слайд, пожалуйста. В лексической системе национальных вариантов английского языка выделяются сферы максимальной концентрации специфических элементов, называемых также культурно-маркированной лексикой. Определение культурно-маркированной лексикой вы можете видеть на экране. В американском национальном варианте выделяют национально-культурные слова, отражающие своеобразие культуры народа-носителя. Не только обозначении реалий в общепринятом смысле, но и именно собственной некоторой американизм. В такой лексике и проявляются специфические черты языковой личности, созидателя и носителя языка, определенные психологией, мироощущения, что и отражается в словаре в виде лаку, не имеющих однословных соответствий с других вариантами языка. Следующий слайд, пожалуйста. В лингвистике термин «языковая личность» впервые употребил Виктор Владимирович Виноградов, хотя представления об индивидуальном характере владения языком зародились в XVII-XIX веках. В широкий научный обиход термин «языковая личность» вел Юрий Николаевич Караул. Согласно его определению, языковая личность – это человек, обладающий способностью создавать и воспринимать тексты, различающиеся с теми неуструктурно-языковой сложности. Следующий слайд, пожалуйста. В содержании языковой личности обычно включаются такие компоненты. Центр, то есть миро-озрительский компонент, то есть система ценностей или жизненных ориентированных. Тридорологический компонент – это уровень освоения культуры как эффективного средства повышения интереса к языку. Личностный компонент, то есть то индивидуальное глубинное, что есть в каждом человеке. Следующий слайд, пожалуйста. Чтобы понять, что такое американская языковая личность, мы обращаемся к американским лейтям, а именно колонке «Letter to Editor» в таких национальных газетах, как «The New York Times», «The Washington Post», «USA Today» и «The New News». В этот эдитам всегда были особенностью американских газет. Большинство новостных репортажей, комментариев, опубликованных в первых американских газетах, были представлены как в виде писем. И к середине XVIII века колонка «Письмо издателей» стала доминирующим носителем политического и социального дискурса. «Письмо издателей» представляет собой источник национальных концептов, в котором языковыми средствами реализуется репрезентация картины мира. Данный аспект рассматривается как лингвокультурологический феномен, содержащий отражение и вербализацию национальных концептов. Как информационная структура колонка «Letter to Editor» представляет собой единство, в котором языковыми средствами реализуется репрезентация картины мира через культуру маркированной единицы. Анализ научной и методологической литературы показал, что проблема передачи культурно-маркированной лексики и ее использования недостаточно исследована в сфере лингвистики. Следующий слайд, пожалуйста. Исходя из этого, естественно, сделать вывод об актуальности избранной темы исследований. Следующий слайд. Целью нашей работы является выявление празиологических единиц английского языка, используемых в американской прессе для отображения языковой картины мира современного американца. И для достижения цели нашего исследования необходимо было решить следующие задачи, которые можете видеть на следующем слайде. Для достижения цели необходимо, во-первых, рассмотреть ряд теоретических и методологических принципов и подходов к выделению и категоризации празиологических единиц, а также установить типы празиологических единиц, используемые адресантами своих письмов. Также выявить коммуникативно-прагматические функции культурно-маркированной лексики с целью составления языковой лингвистической картины мира и прианализировать данный лингвокультурологический объект как портрет современности и речевое отражение действительности. В данный момент мы находимся на этапе анализа национальных американских газет на предметах выявления культурно-маркированной лексики, способных отразить языковой образ американца. Следующий слайд, пожалуйста. В ходе исследований можно выявить концепты, которые чаще всего встречаются в статьях американской прессы. Вот некоторые из них. Дом, независимость, честность, надежда, свобода и боевой дух. Их следующее слайд, пожалуйста. Таким образом, изучив массив физической реакции национальных американских газет, национальных институтурно-маркированных единиц, нами было доказано, что данные культурно-маркировки оказывают значительное влияние на систему языка и позволяют составить образ современного американца. Спасибо большое, Розанна. Просто очень-очень интересно на самом деле. И интересно просто... На самом деле еще интересен тот факт, когда стереотипы, когда вообще русские смотрят на Америку, вообще какая у них картина мира, образе вообще американца. Мне кажется, такие исследования не потеряют свою актуальность, то есть они будут еще и еще и еще развиваться, потому что стереотипы — это такая вещь, которая будет нас всегда преследовать. Да, вот мы как раз исследуем данную проблему с целью как раз долгосрочного исследования. Да, спасибо большое за выступление. Коллеги, дорогие, есть ли у вас какие-нибудь вопросы? У нас это заключительное выступление было. Попрошу Таисию тоже подключиться к нам. Подведем с вами некий итог нашей сегодняшней секции. Так, ну я вижу, что вопрос не поступало. Ну, собственно, хотелось бы поблагодарить всех за замечательные презентации, выступления, доклады, за то, как вы их представляли. Это было действительно очень интересно. Я надеюсь, что все меня здесь в чате поддержат. Спасибо большое. На этом все. Мы будем очень рады, если вы будете присутствовать и участвовать в наших других конференциях. У нас также проходит конференция ежегодная в ноябре. Будем рады видеть вас. Ну и также будем очень рады видеть вас и на конференции в марте в следующем году. Спасибо большое. До новых встреч. Будем всегда рады вас видеть в стенах нашего университета. Надеемся, что встретимся очно в следующий раз. Обязательно, да. Это важно. Спасибо. Приключил момент. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Спасибо большое. Большое спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...